Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня я вам расскажу про мою долгожданную покупку. Я их заказала очень давно, даже чересчур давно, где-то около года назад. И сегодня я наконец-то вам покажу модели, которые я заказывала на переделку у мастера Светы Ребровой. Я заказала одного паддока, одного классика и одного трада на переделку, и также купила уже готовую модель паддок. Начну, пожалуй, я с нее, потому что второго паддока мне пока еще не передали, поэтому будем довольствоваться тем, что у меня сейчас есть. Первое мое приобретение, это вот такой вот маленький жребец, он пеги в яблоко, это очень странная масть и не настоящая. Но, тем не менее, я его приобрела, потому что мне очень понравилась именно сама задумка Светы. Это же ее фантазия на модельке теннисийского уокера, которая у меня тоже есть. Вот он оригинальный, и вот он переделанный. У этого коня все осталось на месте, это просто кастом. Конь выкрашен рыжими и белыми пятнами, рыжие пятна покрыты яблоками. И мне очень нравится, как выполнена именно покраска в авторстве Светы, потому что мне нравится, как она делает масти. Она делает не чересчур глянцевые, не чересчур какие-то неестественные, просто делает это хорошо. Поэтому я не первая, это далеко не мой первый заказ у нее. Первым моим заказом стал фриз буланной масти. Да, вы можете сейчас повамбить то, что не бывает буланных фризов, но я захотела и заказала, поэтому мне абсолютно все равно. Это первый пандок. Второй пандок будет выполнен масти Оскара, но он ко мне придет уже по почте. Этих я забрала с Эквироса, когда мы с ней увиделись на Бреверфесте. Дальше идет классик, которого мы сначала с Светой долго не могли найти, именно эту модель, которая нам подошла бы. Мы ее купили у другой девушки, которая переслала ее Свете и которая ее переделала и перекрасила. Это классик, выполненный в масти Мельпомены, кобылы моей подруги Аллы из Владимира. Привет, Алла. Мало ли, смотришь. Мне очень импонирует эта лошадь, потому что Мельпомена очень хорошая лошадь. Света делала эту модель по нескольким фотографиям Мельпомены в определенный промежуток времени, потому что вы знаете, что масть серая имеет свойство цвететь с каждым годом. И в общем мы выбрали довольно молодой возраст кобылы. То есть это серая в яблоко, грива была переделана, немножко долеплена морда, грива сделана ирокезом, потому что у Мельпомены всегда грива была ирокезом. Хвост сделан из шерсти. Впрочем, это очень хорошая модель, мне нравится, как она выглядит. Она такая вся хрупенькая, эстетичная, такая мне нравится просто, как лошадь. Мельпомена моя любимая лошадь. У меня есть еще много любимых лошадей, но их я, наверное, захожу когда-нибудь в другой раз. И следующей моделью является трат, переделанный трат, прикрашенный трат. Я не знаю, как это еще описать, но это была моя самая ожидаемая лошадь. И это Топсель или Топсейлс, ну как-то так, в масти Остера. Я изначально хотела заказать масти Остера Татиласа, который вытягивает, ну, который идет прибавленный рысью, вытягивая вперед ногу. Потому что Остер просил так, попрошайничал. И я уже было заказала его, но нам отказали его высылать за ту цену, за которую мы его хотели купить. Сказали, что он подорожал резко, стоя на полке. Ну, недолго думаем, я отказалась и купила у Светы ее же модель с перекрасом. То есть, это брейерская модель в масти Топселя. Ой, то есть, это брейерская модель в топсейлса в масти Остера. Остер получился немножко лучше, чем есть на самом деле. То есть, он накачанный, толстый и у него длинная грива. Хотя Остер, она обычно, ну, короткая же. Но он очень похож на Остер. И да, он немерен жеребец, но это так, мелочи. Очень похожи копыта, носки, потому что я ей скидывала прямо фото с паспорта, где у него отметины. Отметина на лбу, очень похожа. В общем, конь очень похож. И это был самый ожидаемый мой конь в моей коллекции, который у меня состоит из немного радых у меня, которые мне очень дороги. И, в общем, я очень рада, что заказала у Светы всех этих лошадей. Мне очень нравится, как она выполняет заказы. И я с нетерпением жду Оскара. Если вам понравилось это видео и вы хотите обзор на мои коллекционные полки, то давайте наберем 50 пальцев вверх под этим видео и я сниму такой ролик. С вами была я, Ксения Кузнецова. Если вы коллекционер, то делитесь своими коллекциями внизу в комментариях. Всем пока!